Когда заканчивается лето, дачники возвращаются в город, вот только о животных, которых они приручили, почему-то забывают. Никому не нужные коты и собаки остаются в полном одиночестве и часто умирают от голода и холода. Анна Куляева поделилась с нами историей о несчастном коте, которого тоже бросили умирать на даче. Когда девушка впервые увидела питомца, она не поленилась написать в чат, где собрались все дачники, и поинтересоваться, кто оставил животное, но никто не признался в содеянном. Кот был голоден до такой степени, что с жадностью уплетал черствый хлеб. Аня понимала, что Мурлыка еще недавно был домашним, но его оставили умирать голодной смертью. Один из его нижних клыков был сломан, а верхний сильно искривлен, и травму бедняга явно получила от человека. Семья девушки тоже планировала уезжать в город. Кот, словно почувствовав, что вот-вот лишится последнего шанса спастись, побежал за машиной, громко мяукая. Так он уговаривал людей забрать его с собой. Конечно, сердце девушки не выдержало, и она не смогла бросить питомца. Кстати, в машине малыш вел себя на удивление тихо. Ане было настолько жаль кота, что она хотела оставить его у себя, но у мужа, к сожалению, сильная аллергия на кошек. Но девушка все равно не бросила Мурлыку, поселив его на балконе. Затем она стала раздумывать о том, что делать с животным дальше. К счастью, в судьбу кота вмешались неравнодушные люди. Соседка Ани предложила коту лоток и теплый домик. А ее друзья, знакомые и даже совсем незнакомые люди начали писать посты в социальных сетях о пристройстве животного. И чудо вскоре случилось. На один из постов откликнулась замечательная девушка, которая согласилась подарить настрадавшемуся коту дом и любовь. Сейчас питомец живет у нее. Спасибо всем тем людям, которые принимали участие в судьбе кота. Впереди у Мурлыки долгая и счастливая...